Книга «Открытый моком». Тема «Различные вопросы». Том 1. Вопрос 574. «Как известно, Лыковы скрывались в тайге. Как вы к этому относитесь?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Об этом печатают вчерашние коммунисты, берут шефство над Агафией, как Аман Тулеев, то есть поступают точно по написанному в Евангелии. Евангелие от Луки, 11.47-48. «Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы». Лютые гонения коммунистов-людоедов выплеснулись перед Великой Отечественной войной еще раз даже на тех, кто жил глубоко в тайге, молился и никому не мешал. Были образованы специальные команды из хорошо натренированных лыжников-красноармейцев, и этот десант был разбросан по бескрайней тайге. Любыми путями выпытать, узнать, найти, где живут отшельники, и уничтожить их жилище, сжечь. А если кто-то попытается скрыться, то застрелить на месте, что и было сделано с братом Карпа Осиповича Лыкова. За что? Почему? Какая цель и кому они мешали? Оказывается, в кавычках «Кремлевский горец», усатый гуталинщик, в ночных бдениях своих додумался, что раз ухудшились отношения с Японией, то японские эмиссары через Китай могут проникнуть в эти старообрядческие скиты. Когда-то точно так же поступил патриарх Александрийский Феофил, пославший войска в Нитрийскую и другие пустыни, чтобы найти трех братьев-долгих, где-то там, по слухам скрывавшихся. Вина их была в том, что они были друзьями святого Иоанна Златоуста. Братьев не нашли, они вовремя бежали, и воины разрушили найденные кельи, и походя, попутно, по благословению и указу его православного святейшества, святейшего патриарха Феофила, убили около десяти тысяч монахов. Дьявол воистину монотонен и стандартен в грехе, повторяя его из века в век. Лыковы – старообрядцы, принадлежавшие к беглопоповцам, то есть принимавшие через покаяние перешедших к ним священников из новообрядческой церкви, так называемых беглых попов. В.М. Песков неоднократно описывал их историю, дополняя новыми подробностями и снимками, сделанными тайно. Белокреницкая иерархия посылала к Агафье своих людей, но она их не могла признать за своих. «Тятенка не благословил, нам это не можно!» «Я с ней не встречался, но читал о них почти все. И вот мое мнение. Прекрасные, работящие, богобоязненные страдальцы, но чисто по-старообрядчески упрямы, не знают Библии, увязли в традиции, сколько их еще таких, неоткрытых и уже отошедших». Субтитры создавал DimaTorzok